Всем привет! В этом видео буду делать садовую фигуру из пеноплекса, которую можно приобрести в строительных магазинах. Давно хотел поработать с этим материалом и вырезать из него что-то интересное. Первым на счету будет покемон, которого зовут Бульбазавр. Первым делом взял лист пеноплекса, приложил к нему трафарет покемона и обвел карандашом. Взял немного с запасом, пару сантиметров. Листа пеноплекса хватило на 10 обводок трафарета. Это как раз хватит для тела покемона. После обводки взял канцелярский нож и вырезал 10 заготовок. При вырезании канцелярским ножом нужно быть аккуратным, так как нож может вылететь, поранив вашу руку. Склеивал пеноплекс между собой с помощью монтажной пены. Для этих целей также подойдет любой клей, который склеивает вспененные материалы. После промазывания всех слоев монтажной пеной, нужно прижать тяжелым предметом. Через 2 часа монтажная пена застыла, и весь этот пирог склеился намертво. Я взял канцелярский нож и приступил к вырезанию тела покемона. Продолжение следует... Подошва фигуры получилась неровная, решил исправить это с помощью монтажной пены. Пока монтажная пена высыхает, решил вырезать луковицу, которая находится на спине покемона. Для луковицы, так же как и для тела покемона, вырезал 10 частей из листа пеноплекса. Склеивать буду так же с помощью монтажной пены. Пока луковица высыхает, обработал подошву фигуры. Взял наждачную бумагу с зернистостью 240 и обработал тело покемона. После этого шпаклевкой по дереву прошпаклевал фигуру в несколько слоев. Пока шпаклевка сохнет из склеенных слоев пеноплекса, вырезал луковицу. Также обработал ее с помощью наждачной бумаги. С помощью маркера разметил лепестки. Согнул наждачную бумагу пополам и сделал углубление по линиям. Склеил две части покемона между собой с помощью монтажной пены. Обмотал скотчем, чтобы монтажная пена не подняла луковицу. Зашпаклевал также с помощью шпаклевки по дереву. После высыхания прошел с наждачной бумагой по всей фигуре. Далее перешел к покраске, красить буду с помощью аэрографа и водостойких красок. На разных картинках покемон разного цвета. Но в основном тело покемона бирюзового цвета, а луковица зеленого. Бирюзовой краски у меня не было и я смешал голубую вместе с зеленой. Луковицу покрасил натуральным зеленым цветом. Далее с помощью карандаша предварительно нарисовал контур глаз. После этого обвел их маркером. Глазной белок и зрачки закрасил белым цветом. Радужная оболочка вокруг зрачков должна быть лилового цвета. Для этого я смешал красную и розовую краску. Затем с помощью карандаша на теле покемона нарисовал пятна. И закрасил их с помощью аэрографа. Обводку сделал с помощью черного маркера. С помощью того же маркера нарисовал ноздри и рот. Затем покрыл все с помощью матового лака. И покемон готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok